День рождения День рождения День рождения День рождения среди мужских футбольных команд. На стадионе в восьмом микрорайоне игроки клубов Одинцова и Олимп. Это уникальный чемпионат, в плане того, что за много лет не было такого количества участников. Представлены практически все районы округа, 17 команд участвуют, то есть практически как европейский серьезный чемпионат. Финты, контратаки и пасы – ни один мяч ребята не отдали без борьбы. С трибун поддерживают команды самые верные болельщики – родители и друзья игроков. Первый тайм завершен со счетом 4-2 в пользу команды Олимп. Футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух, отметил председатель региональной общественной организации Московский областной спортивный клуб «Олимп». У нас футбола много на самом деле, естественно, готовимся, играем, тренируем. У нас три раза в неделю тренировки здесь же на этом поле. Ну и помимо этого у нас мы играем и в ЛФЛ 8 на 8 и 6 на 6. В общем, футболу предостаточно. По словам капитана команды «Олимп», настоящий успех не приходит сразу, и футболисты хорошо понимают эту спортивную истину. Все, в принципе, с ребятами перед игрой договаривались, что надо начать, как всегда, с победы, чтобы весь сезон так задался. Поэтому благодарен команде, все молодцы, большие. Футбольный клуб «Олимп» одержал победу со счетом 8-3. Сезон только начинается, и впереди у ребят много игр. До встречи на стадионе. Евгений, наверняка после этого матча анализировали, да, вот почему игра закончилась вашим проигрышем и победой «Олимп». Вот давайте напомним, с каким счетом. Мы проиграли со счетом 8-3, после первого тайма счет был 4-2. Первый тайм у нас удался такой, знаете, на встречных курсах, физических сил хватало. Мы вышли играть в атаку, хотя прекрасно понимали, что «Олимп» более мастеровитая команда, более атакующая, слаженная и опытная команда на данном этапе. То есть у них просто опыта больше играла. И опыта, скажем так, и индивидуально по игрокам, конечно, определенным образом более опытные игроки в отдельности и слаженные действия команды. То есть команда играет много лет в разных форматах. Мы с огромным уважением относимся к этому сопернику. И я даже как главный тренер, я очень рад тому, что сразу нам попался сильный такой соперник. Тогда мы можем адекватно увидеть свой уровень. Первый тайм мы, соответственно, старались, еще физически что-то пытались сделать, и даже забили красивые голы. Отдельно хочу отметить нападающих наших молодых игроков и игроков зоны середины. Но во втором тайме, конечно, уже силы были неравны. Не удалось немножко перестроиться. Нам, наверное, нужно было закрыться, уйти в оборону. Но мы этого делать не стали. Мы все равно старались играть широко, пробовать еще что-то организовать в атаку, потому что наш принцип – это атака. Мы будем играть высоко атакуя, высоко прессингуя. Нам это интересно. Мы считаем, что любительская команда должна играть. Это только в атаку, потому что… Ярко, ярко. Ярко, да, чтобы радовать своих болельщиков. Соответственно, в самом начале так получилось еще, что мы получили пенальти в свои ворота на первых минутах. В первой игре вы получили все, что только в агрии. Да, сразу все, все эмоции. И ребята потом после игры достаточно самокритично так к себе отнеслись. Мне было очень приятно. Мне пришлось даже немножко подбодрить, сказать ребятам, что мы только начали, у нас серьезный путь. И вообще хотел бы сказать всем, что футбол – это очень длинная такая штука. Штука на длинную дистанцию. И от того, что ты сыграл, ты один матч выиграл, ну или проиграл, это абсолютно, знаете, такое значение имеет локальное. Глобальное значение имеет, насколько у тебя надежные люди в коллективе. И насколько они вместе трудятся, работают друг другу, помогают. Как говорится, о чем ты думаешь, насколько твои мысли тренерские воспринимаются. И мысли тренерского штаба. То есть, чтобы вы понимали, я не один какой-то тренер, который вот все там… У меня есть свой тренерский штаб, у меня есть человек, который работает с вратарями, у меня есть мой заслуженный коллега, отдельно отмечу, Ящук Юрий Васильевич, человек, который вообще создал Одинцовский футбол. От начала до конца. Человек, который в 90-х годах был моим первым тренером, сейчас я его, можно сказать, обратно возвращаю в команду, и я очень доволен. Человек в Москву в «Спартаке» играл, знает такие вещи, что… Все впереди. Очень мне приятно. И ребята, я заметил, в целом рабочие люди. Знаете, рабочие люди, которые весь день отработали, а вечером приходят на тренировку. И явка на тренировке у нас порядка 20 человек. Откуда берутся силы? Силы берутся от любви к футболу. От того, что ребята поняли, что тренерский штаб работает серьезно, профессионально. Ими занимаются. Мы ведем полную статистику. Оценки за тренировки люди понимают. Определенный прогресс мы учитываем. Специальную программу завели. У нас полная статистика матчей ведется. Ребятам интересно. Некоторые мне говорят, что… Евгений, знаете, такое ощущение, что я как будто вернулся в спортшколу. Как будто я в детстве. Я такого не видел. Мне было очень приятно. Евгений, а расскажите, как воссоздавался футбольный клуб Одинцов? Был какой-то перерыв? В те далекие годы, как только мы начали, я отдельно хочу сказать о таком человеке, как Андрею Петровичу Третьякове, моему коллеге, тренере. И, соответственно, человек, который потрясающий. Один из лучших организаторов вообще Одинцовского футбола. Человек, который тогда, в те далекие годы, и основал, и организовал эту команду. Я тогда выступал в этой команде, будучи вратарем. У нас было достижение. Мы взяли бронзовые медали первенства области. Тогда уже в 2009 году было интересно. Выездные матчи, вот это все. Отдельно хотел бы сказать про него. Команда прошла очень долгий период своего становления, взросления. С первенства области мы перешли в определенный момент на первенство уже Третьего дивизиона. Сперва группа «Б» это была. То есть, чтобы вы понимали, это сильнейшие команды области. В этой группе мы заняли первое место в 2015 году. Взяли чемпионские медали. Перешли в вышестоящие соревнования группа «А». Из группы «А», скажем так, первая команда, которая выигрывает, она имеет возможность по спортивному принципу попасть во вторую лигу. То есть, стать профессиональным клубом. То есть, это уже определенный такой уровень. То есть, сильнейшие команды нашего региона там участвуют. Это вот тот путь, о котором вы говорили. Да, именно тот путь. Я о нем сейчас уже так потихонечку рассказываю вам. Соответственно, после этого у нас пошло немножко понижение результатов. У нас был спонсор, потом он нас покинул. Мы отдельно хотели бы поблагодарить этих замечательных людей, которые нам помогали тогда. Дай Бог им здоровья. И дальнейшее наше развитие немножко застоприлось. Мы перешли на обратнообластной уровень. Несколько лет играли на область, привлекая местных игроков, игроков различных соревнований. И в этом году мы решили создать вообще абсолютно новую команду, так как сложилась возможность тренироваться. До этого так получалось, что тренировочный процесс очень долгие годы не был, ну скажем, нашим коньком. Мы не ставили его в приоритет. Все время думали о том, что вот сейчас мы игроков навезем, и все будет хорошо. Создадим команду звезд. А я считаю, я придерживаюсь такой концепции, что не нужно создавать команду звезд, нужно создавать команду звезду. То есть, это не мои слова, это слова Лобановского, замечательного тренера, одного из сильнейших вообще русских, советских тренеров. То, что футбол играет не отдельные личности, футбол играет команду. Это очень коллективный вид спорта. И здесь от того, кто как кого поддерживает, кто как кому относится, зависит очень много. И мы решили пойти именно по этому пути. Мы создаем команду, мы создаем через тренировки. И еще такой маленький наш девиз. Кто тренируется, тот и играет. Кто играет, тот и тренируется. Все логично. Все логично. Мы выглядели. Вот, вот, несколько слов. Кто вошел в футбольный клуб? Вот где, как отбирали, где искали игроков? Я могу сказать так. Прошлым летом, я сделал просто смотр молодых игроков. И уже этой весной еще одна была информация по поводу привлечения на тренировки, на отбор. Пришло еще несколько интересных ребят. То есть, все можно сказать по сарафану и по информации из сети. Все открыто. Те люди, которые действительно хотели заниматься, тренироваться, пришли, получили доступ абсолютно бесплатно, тренируются и работают. Стали лучше. А те, кто подумали, что мы сейчас пару раз что-то там из себя покажем, и потом нас всегда будут ставить в команду, те очень глубоко ошиблись и отправились в другие земли. Кто не тренируется, тот не играет. Отправились в другие земли. Что еще могу сказать отдельно? Есть ребята молодые со всем, кто когда-то выпускался из нашей Одинцовской детско-юношеской спортивной школы. Отдельно хочу сказать об этой школе. Замечательная школа. Замечательные тренеры там работают, мои коллеги, я их всех знаю. Желаю им только успехов и побед больших. Соответственно, есть несколько ребят оттуда. Есть ребята просто, которые не имели школы, но захотели и тренируются. Некоторых людей мы отсеяли, конечно, потому что работа тренера – это всегда отсеивание. Всегда ты видишь людей, которые не подходят твоему коллективу. В первую очередь, я бы так сказал, по пониманию игры. Есть люди, кто понимает, что нужно играть определенным образом в футбол. Я, например, с ними могу быть категорически не согласен. И из-за этого, ну, зачем мне создавать какие-то еще дополнительные конфликты? Я хотел бы играть в команде со своими единомышленниками. Мой тренерский штаб – это мои футбольные единомышленники. Мои игроки – это единомышленники. Если будет единомышленное, будет прогресс. Тогда эта команда будет монолитом, а не просто людьми, играющими по выходным вместе. Вот, кстати говоря, дети – это такой белый лист бумаги. Абсолютно. Туда вкладываешь все, что хочешь. А взрослые – это же, в общем-то, команда, состоявшиеся люди. Вот не бывает такого? Мы уже взрослые. Ну, чему вы нас здесь учите? Мы же сами все знаем. Ну, я бы так сказал так. Такое часто бывает, наверное, в каких-то более… Где игроки более непрофессиональные, а имели какой-то игровой такой высокий опыт. И что, вот парень 35 лет, ты будешь нам тут рассказывать, мы всю жизнь за плечами. Кого мы видели, ты в интернете только читал. У нас сложилась такая ситуация, что мы друг друга понимаем. И игроки доверяют тренерам. Доверяют. Нету такого. Нету. Бывает, конечно, внутри процесса тренировочного какие-то шероховатости. Кто-то хочет играть определенным образом, кто-то другим, кто-то постарше, кто-то помоложе. Конечно, это бывает абсолютно нормально. Но такого, чтобы кто-то явно перетягивал на себя одеяло или создавал какие-то группировки в команде, тренерский штаб этого не допустит, не потерпит. То есть этого не будет. У нас единомышленное, мы все друг друга уважаем, дружим. У нас коллектив. Это важно, потому что я считаю, не важно, сколько тебе лет, что дети, что взрослые, человеческие отношения никто не отменял. По моему мнению, тренер должен быть коллегиальных убеждений. Может быть, ранее, когда была определенная ситуация и определенный общественный строй, тренер мог работать более авторитарно. Согласен, как и работали величайшие тренеры наши, наши соотечественники. Но в данной ситуации, когда люди имеют определенные свободы, определенную возможность выражения своих эмоций и прочего-прочего, мы должны работать коллегиально. Это труднее, нужно разобраться в людях, нужно психологические портреты составить, нужно, скажем так, иногда через себя чуть-чуть переступить, иногда послушать, не только со своей колокольной смотреть, я бы так сказал. Но это приносит намного более лучшие результаты. Результат того стоит. Да, то есть люди уважают друг друга, люди доверяют друг другу. Что бы там ни было, какая ситуация бы ни произошла, неважно какой счет, мы поддерживаем друг друга от начала до конца. Подсказываем, поддерживаем. Поддержка, где-то встряска, да, согласен, это нормально. Но это все должно быть культурно, это должно быть все в рамках, а без какого-то унижения личности этого человека. В этом году пандемия, слава богу, не оставила спортсменов без тренировок, лишила их всего лишь зрителей. Как вы к сезону готовились? Мы готовились к сезону уже, соответственно, этой весной, уже было полегче. Мы готовились на стадионе улицы Вокзаль на 39А, нам предоставила администрация это поле. Огромное спасибо за поддержку, друзья, это очень потрясающе. Каждый день мы имеем возможность каждый вечер собирать там нашу команду, тренироваться в некоторый момент. В майские праздники мы работали вообще каждый день. 3, 4, 5, 6, 7 были тренировки, потому что у нас сейчас новый коллектив, и нам нужно сыграться и, в первую очередь, в определенной связи, групповые и командные взаимодействия отладить. Мы только сложили свою команду, и, соответственно, поэтому у нас интенсивная работа. Мы варьируем тренировки, у нас бывают тренировки нагрузочные, бывают тренировки тактические, предыгровые тренировки, и мы смотрим коллектив. Наша задача, в первую очередь, добиться хорошей явки на тренировках для ребят, потому что часто бывает, что люди где-то по работе заняты, где-то еще. Для нас это приоритет. То есть, когда человек приходит к нам в клуб, а мы открыты, отдельно хочу сказать, мы открыты для всех. То есть, сейчас еще можно присоединиться? Можно присоединиться к команде. Пойдет бегущая строка или лента, то есть, будет информация, посмотрите, друзья, набирайте. Я всегда на связи, я все расскажу, объясню. Но хотел бы сказать так, мне нужны серьезные игроки. Нам нужны серьезные игроки. Те люди, которые будут заниматься, стараться, становиться лучше. То есть, это не развлечение? Это не развлечение. Никого. Это не развлечение. Мы приходим, коллектив, даже если вы молодой игрок, если вы недавно окончили спортшколу, или даже если вам 15 лет, но вы хотите, приходите, мы будем с вами все равно работать. У нас будут дополнительные группы для, соответственно, молодых игроков. Мы будем смотреть будущую перспективу. Будет отдельная, соответственно, для вообще начинающих. То есть, в любом случае, перспективе создания школы. Я это говорю абсолютно спокойно и, скажем так, не боясь какой-то ответственности. У любого клуба должна быть школа. У нормального клуба должна быть школа. Если у клуба есть школа, значит, у него есть перспективы развития. И ребята, которые занимаются в этой школе, они понимают, почему они учатся. И у этой школы будет та же единая концепция, что и у клуба. Мы будем играть в атакующий футбол. Какие планы на этот сезон? На этот сезон задача войти в восьмерку сильнейших и сохранить прописку в высшем дивизионе. То есть, мы, соответственно, этот чемпионат, как бы, я скажу несколько слов про чемпионат. Этот чемпионат будет проходить таким образом, что будет сформировано, после первого круга будет сформирована восьмерка сильнейших команд и, как говорится, первый и второй дивизион. Наша задача, как новой команды, я уже объяснил об этом ребятам, закрепиться в восьмерке сильнейших округов. На этот год такая у нас задача. Будем держать, давай, кулачки. Спасибо, Евгений, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Играйте в футбол или болейте за одинцовских футболистов. До новых встреч на ОТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok